Здравствуйте! Я артист Центрального Академического Театра Российской Армии Андрей Коченов. Хотел бы прочитать рассказ Антона Павловича Чехова «Хирургия», как говорится, на злобу дня. Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин. Толстый человек, лет сорока, в поношенной чеченчевой жакетке и в истрепанных тряковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указателем и средним пальцем левой руки сигара, распространяющая зловоние. В приемную входит дьячок вонми глазов. Высокий, коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрыт, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами иконы и, не найдя таковой, крестится на бутыле с карболовым раствором. Потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером. А, мое вам, зевает фельдшер, с чем пожаловали? С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич. К вашей милости истинно и правдиво в Сталтыре сказано. Извините, питье мое с плачем растворя. Сел на медне со старухой чай пить. И не, боже мой, ни капельки, ни сень порох. Хоть ложись да помирай, хлебнешь чуточку, и силы моей нету. А кроме того, что в самом зубе всю сторону так и ломит, так и ломит. В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет. Вот так и тянет, так и тянет, так стреляет. С согрешихом и безокновахом, с трудными бакалях душу грехми. И в ленности житье мое инжих. Ах, отец Иерей после литургии упрекает. Косноязычен ты стал, Ефим Гугнив стал. Поешь, а ничего у тебя не разберешь. А как вы, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя. Вы все распухше, извините, и ночь не спавши. Да. Садитесь, раскройте рот. Водмиглазов садится и раскрывает рот. Курядин хмурится, глядит в рот. И среди пожелтевших от времени табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом. Отец Диакон велели водку с хреном прикладывать. И помогло. Гликерия Несина, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы. Да велели теплым молоком полоскать. А я, признаться, ниточку-то надел. А в отношении молока не соблю. Бога боюсь. Пост. Предрассудок. Вырвать его нужно, Ефим Михеевич. Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб то дело понимать, как оно есть, что вырвать, а что и каплями или прочим чем. На то вы благодетели и поставленные. Дай бог вам здоровья, чтоб мы на вас, дедные ножны, отцы наши, повероб жизни. Пустяки. Скоро, нищет фельдшер, подходя к шкафу и роясь в инструменты. Хирургия. Пустяки. Тут во всем привычка. Твердость руки. Раз плюнут. На медни бы тоже, как и вы. Приезжает в больницу помещик. Александр Иванович Египетский. Тоже с зубом. Человек образуманный. Обо всем расспрашивает, во все входит как что. В Петербурге лет семь жил. Всех профессоров перенюхал. Руку пожимает по имени-отчеству. Долго мы с ним тут. Просит Христом Богом вырвите вы мне его Сергей Кузьмич. Чего ж не вырвать? Вырвать-то можно. Только тут во всем понятие нужно. Без понятия-то нельзя. Зубы-то они вон разные бывают. Один рвешь кузей ножкой, другой щипцом, третий ключом. Кому как. Фельдшер берет кузью ножку, минуту смотрит на нее вопросительно и берет щипцы. Ну-с, раскройте рот пошире, говорит он, подходя щипцами к дичку. Сейчас мы его это, расплюну. Дисну подреза, только тракцию сделать по вертикальной оси. И все, подрезает Дисну, и все. Благодетели вы наши, нам, дуракам, невдомек, а вас сам Господь просветил. Да не рассуждайте, лишь у вас рот раскрыт. Это легко рвать, бывает так, что они только корешки, а это расплюнут. Накладывает щипцы. Так, постойте, не дергайтесь, сидите неподвижно, ну, мгновение ока, делает тракцию, главное, чтобы поглубже взять, чтобы коронка не сломалась. Сына же, мать, приседай, да не того, не того, да не хватайте руками, пустите руки. Тянет сейчас, вот, вот, дело-то ведь, дело-то ведь оно нелегкое. Отцы наши, ангелы, да дергай же, дергай, чего пять лет тянешь? Да дело-то нельзя, сразу-то нельзя, дело-то ведь это хирургия, вот, вот. Ванмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит, на багромом его лице проступает пот, на глазах слезы, курятин сопит, топчется перед дичком и тянет. Проходит мучительнейшей полминуты, и щипцы срываются с зуба. Дичок скакивает, резит пальцами в рот, во рту нащупывает он зуб на старом месте. Тянул, говорит он плачущему, в то же время насмешанным голосом, штаб тебя на самом свете, так потянуло, благодарив покорно. Коли не умеешь рвать, так не берись, света божьего не вижу. А ты зачем это руками хватаешь? Свердится фельдшер. Я тяну, а ты мне под руку толкаешь, да разные глупые слова, дура, сам ты дура, а ты думаешь, мужик, легко зуб дорвать. Возьмись-ка, это тебе не дело, что на колокольню полез, да колокола отбарабанил. Не умеешь, не умеешь, скажи, какой указчик нашелся. Господину египетскому Александр Ивановичу рвал, да и тот, ничего, никаких слов. Человек почище тебя будет, а не хватал руками. Садись, садись, я тебе говорю. Ах, света, не вижу, дай дух перевести. Садится, ты не тяни только, а дергай. Ты не тяни, а дергай сразу. Учи ученого. Какие, господи, народы необразованные. Живи вот с этакими. А че имеешь? Раскрой рот. Накладывает щипцы. Хирургия, брат, это не шутка. Это не наклир считать. Делает тракцию. Не дергайся. Зуб выходит застарелый. Глубоко корни пустил. Тянет. Не шевелись. Так, так, не шевелись. Ну, ну, слышен хрустящий звук. Так и знал. В неми глазов сидит, минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен. Глаза его тупо глядят пространство. На бледном лице пот. Было бы мне его козьей ножкой, бормочет вечером. Это какая казнь, а? Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы. И на месте больного зуба находит два торчащих выступа. Парсивый черт, выговаривает он. Насазали, вот и родов на лазу погибель. Поругайся мне еще тут, бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. Невежа, мало тебе в бурсе березой почивали. Господин египетский Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил образованность. Один костюм рублей сто стоит. Да и тот не ругался. А ты что за папа такая? Ничто тебе не околеешь. И чок берет со стола свою пасфору и придерживая щеку, уходит высвоясь. Вот такая вот замечательная история. Но, конечно, я желаю нам всем в это неспокойное карантинное время лучше потешаться над такими историями, нежели чем, чтобы у каждого из нас что-то такое заболело. Стоматологи ведь не работают. Ну, работают, конечно, по совсем острым болям, и то не каждая. Но важно здесь поддерживать хорошее настроение духа, не унывать. Вот. Так что берегите себя, ваших близких, и будьте здоровы. Спасибо. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова